Девушки отдыхают Дурь я брал для личного пользования у Чубакина, а кроссовскую я вашу даже пальцем не трогал Ага, Чубакина, пошел Алло, скорая, примите вызов На хвосте менты, на 3-4 меняем походку, 3-4 Кочур, нам срочно нужно съездить в Зарячье Я думаю, что мы в столовку заедем Поехали, я по дороге все расскажу Кусин, да что случилось-то? Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну что, жить будет? Да будет, куда он денется Да, только недолго, если с этой дрянью не завяжет Я уже на таких насмотрелся Дурак ты парень, через два года сгоришь как свечка Спасибо, всего доброго Ну что, Шпаковский Вот Медицина творит чудеса И я снова вижу в твоих глазах осознанное выражение Так что спешу сообщить тебе пренеприятнейшие известия Дружочек твой Соболев все свалил на тебя Гоните Не веришь? Я могу хоть сейчас вручную ставку устроить Ну, Макс, падла Ну, а ты что? Белый и пушистый, да? Так, за компанию? Да при чем здесь это? Мы договорились молчать О чем молчать? О том, как поступили с Викой? Да при чем здесь Вика? Тебе еще раз фотки показать? Про это Я уж думал навешать что-то хотите Ну, ничего, ничего На тебя хватит После того, как найдем тебя Ловики Найдете, не найдете, я здесь точно не при делах Ну, теперь они ее найдут, я уверен Не зря же они арестовали этих подонков Обедать будешь? Я суп сварила Аладий спекла твоя любимая Остается только подождать Я думаю, они скоро позвонят Вы просто не понимаете Рядом с Викой на меня никто не обращал внимания Она же такая хорошенькая, а я так Серая мышка Ты ей завидовала? А вам бы понравилось, что вас не замечают? Ну, вы же были подругами Почему были? Мы и есть Просто я всегда хотела быть такой, как она И не только с виду, а вообще И поэтому ты надела Викину одежду и поехала кататься с ее парнем А что здесь такого? Макс и Вика расстались Я никого не предавала Мы просто дурачились В машине на куртке было много крови Это я ударила с носом подголовник, когда сбили этого мужика Шпак резко затормозил, ну я и врезалась А курткой кровь вытирала Шпак еще хотел от нее лоскут ножом отрезать, чтоб не в нос засунуть Кровь восстановить Но куртка та джинсовая, плотная, плохо резалась Пришлось выбросить Вика расстроится Вы человека сбили Не пришло в голову оказать помощь, скорую вызвать? Мы просто не подумали Особенно шпак растерялся, а то он и предложил утопить машину, чтоб никаких следов А потом потребовал, чтоб мы все молчали, а то мало не покажется А где была Вика, когда вы поехали кататься на машине? Я не знаю, мы должны были вечером пойти на дискотеку Но она позвонила и сказала, что не пойдет, у нее дела Она вообще в последнее время какая-то странная стала И редко с нами уходила и со школы, и тусовалась редко А куда она уходила? Я не знаю Пару раз видела, как она садилась в автобус Какой? Местный? Междугородний? Городской, кажется Думаю, в городе у нее кто-то был, о ком она не хотела рассказывать Даже лучшей подруге Мы из-за тебя потеряли кучу времени Зачем ты врала? Зачем ты вообще селась с этими идиотами в украденную машину? Из-за Максима Он всегда мне нравился, а рядом с Викой он меня никогда не замечал Поехали, Бартер Правда, я не думала, что так получится Товарищ майор, показания Соболева и Шпаковского подтвердились С ними в машине действительно была не Вика, а Ира Ковальчик Да, выходит так Да, товарищ майор, поняла И все равно я не верю, что они всю правду говорят Опять все сначала начинать? Вика садилась в автобус, который идет в город Вероятно с кем-то встречалась Выясни, куда она ездила Ёпери, Медон, Бартерш, мы с тобой отлично работаем Ты у нас типа крутой аналитик, а я мальчик на побегушках, да? Тебя что-то не устраивает? Ты можешь сидеть своим опорным и строчить отчеты Остальные будут бегать и искать девчонку и не думать, кто ими командует А ты не команду, и все Ну что, отпускайте пацанов Ничего у нас на них нет Что значит нет? Тихо, 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 тихо А угон машины наезд Сегодня утром водитель из рыбхоза забрал заявление И кудрявец Отказался от претензий, что пацаны его на капоте прокатили Заявил, сам пьяный упал А пацанов оговорил, якобы под давлением, вот Милиции О как Шпарил как по написанному Как будто наизусть текст выучил Да, оперативно работают, только б директорского сынка отмазать Интересно, сколько они кудрявцу за сломанные ребра отстегнули Да может просто припугнули Только вот без заявлений пострадавших мы пацанов отпустить должны А притон этот наркоманский, где шпак со своими приятелями околачивается И Чубакина потрясти надо Будем ОМОН подключать Паш, привет Слушай, ты представляешь, они его отпускают Кого? За щенка Соболевского Слушай, сто процентов он его отманул Подожди, откуда ты знаешь? Я сам за ним приехал, Валера со мной заменился, все не могу говорить, пока Красовский, ты где ходишь? Я тебя целый день ищу Ты куда пошел? Заявление писать за свой счет Какое заявление? По личным обстоятельствам Красовский, ты что спятил? Спятил Милиция без тебя справится Старший лейтенант Кочуров, скажите, вот эту девушку случайно не видели? Что-то не припомню, может и видел, пассажиров вон сколько, всех не разглядишь Ладно, спасибо Короче, мужики, походу нас накрыли Да не кипишуй ты Если бы накрыли, нас просто так с Максом из ментовки бы не выпустили Да в том-то и дело, что не менты Какой-то хмырь на станции интересовался нами Мол, что за шпана здесь в субботу вечером около станции околачивалась Еще Любка-продавщица спрашивала, что мы опять натворили К ней какой-то мужик солидный подходил, расспрашивал про нас Стопудово он хозяин сумки, он ее вернуть хочет Да ну нафиг, как они вообще про нас узнать могли? Да какая теперь разница? Надо думать, что с дурью делать, пока нам за нее ноги руки не повырывали Ну и что ты предлагаешь? Да что тут думать, закопали и черт с ней А лучше ментам сдать, пусть сами разбираются Ты совсем сбрендил, ты вообще знаешь какие это бабки? Я задом чую, мы из-за этой сумки точно попадем Либо на кладбище, либо на нары Не каркай, придурок На нары ты попадешь, если с этой сумкой в ментовку заявишься Там тебе и за кражу, и за хранение из-за этого дурачка Маркевича появят Не знаю как вы, я на нары не собираюсь, тем более когда столько бабла под носом Короче пацаны, план такой, берем товар и дергаем в город, пока нас здесь реально не накрыли А в городе что? Кореша помогут товар скинуть, на первое время денег хватит Парни, шпак дело говорит, я за Вы точно ее видели? Угу А куда она ехала, не помните? Она всегда на мотеле выходила Вы уверены? Я прошу вас, посмотрите еще раз Ну заметная девчонка, чего смотреть У меня на мотеле стоянка пять минут, она выходила и сразу шла к гостинице Хорошо, спасибо большое Да нет за что Алло, Бартыш, это Кочура, я нашел водителя, который опознал кроссовскую Угу Юлечка Ты же сама найдешь чего покушать, правда? У нас там в холодильнике колбаска есть Ты девочка взрослая, все понимаешь, мне нужно идти Вику искать А ты побудешь с мамой, присмотришь за ней Прошу Прошу Приятного аппетита Спасибо Молодой человек, я прошу прощения Можно вас? Да, конечно Здравствуйте Здравствуйте Мы разыскиваем вот эту девушку, вы ее знаете? А должен Она здесь часто бывала Посмотрите, пожалуйста Это Вика Красовская работала у нас официанткой Она несовершеннолетняя, вы это знаете? Насколько я знаю, устроили ее вполне легально С соблюдением всех формальностей Можете спросить у Татьяны Васильевны, менеджера по персоналу Только все равно, Красовская у нас больше не работает Это почему? Это потому, что на работу ходить надо А она на смену свою не вышла, никого не предупредила И телефон у нее выключен Хотя впечатление она произвела хорошее Скромная такая, старательная Так, понятно А когда она была здесь в последний раз? В субботу как раз на мое дежурство Одна официантка наша слегла с температурой Ну и попросила Вику заменить Так Красовская приехала Отработала 4 часа и все Больше мы ее не видели А в котором часу окончилась ее смена? В 9 вечера А что собственно случилось? Вика пропала Как раз в субботу ночью И нам нужна любая информация, которая поможет ее найти Ого, ничего себе Так вот в чем дело Послушайте, у нас через полчаса смена Официантка меня сменит Аней зовут Вика с ней вроде как дружила Может быть она вам что расскажет Аня Аня Спасибо вам Да не за что Надо же, кто бы мог подумать Да, товарищ полковник Узнала Здравствуйте Пришли отпечатки? Вы считаете это возможно? Можно? Я понимаю, товарищ полковник Спасибо, до свидания Что опять с прошлой работы звонили? Эй, Бартыш Тебе что плохо? Может воды? Э-э-э, Бартыш Все спать Бартыш, ты меня пугаешь Что это? Я сам боюсь стыда Признаться Э-э-э Ты же не собираешься водом рухнуть? А? Ты не рухнул бы, если бы узнал, что Человек который ты считал Мертвым На самом деле, живой Ну, это смотря какой человек Ты же мне ничего не рассказываешь Пойдем я тебе посажу Воды принесу Нет, мне срочно в город надо. Ну, честно, официантку опросим, и потом я тебя подкину. Кочура, опроси сам, хорошо? А мне в город нужно успеть. То врач идет, только рецепт выписать. Я туда и обратно на попутки. Давай я тебя хотя бы достану. Стой, стой! Цикла, фена. Это язык сломать можно. Кто? Кто там? Возле поликлиники остановите. Эй, подожди! А в субботу вы с ней виделись? Да, она отработала, домой собиралась. Вот, и еще жалела, что маршрутки только по будням ходят к ним в деревню. Вот, и ей придется автобуса ждать. Я еще тогда говорю, ты хоть попутку не лови, на трассу не иди, а то мало ли что. И она пошла на остановку? Нет, она вышла из кафе, подъехала машина, она о чем-то поболтала с водителем, вот, села и поехала. Я еще тогда подумала, хорошо, какой-то знакомый, видимо, ее до заречи подбросил. А почему ты решила, что знакомый? Ну, потому что к незнакомому она бы не села. Хорошо, а что за машина была? Цвет, марка, номер, ну, что-нибудь запомнила? Ну, кажется, серая. Серая. Да, серая, вот, и, ну, марку я не запомнила, я в этом не разбираюсь. За рулем мужчина, женщина? Нет, я не заметила, ну, я работаю все-таки, да я даже не знала, что с ним может что-то произойти. Ну, хорошо, ладно, и на том спасибо. Вот, позвони, если еще что-нибудь вспомнишь. Алло, Барташ, ну, поговорил я, короче. Подожди, послушай, помнишь запись в комнате у Вики? Время и фамилия Сокол. Так вот, Сокол, это водитель маршрутного такси, а время, я думаю, это какая-то его остановка. Номер микроавтобуса 5, такс 8, 8, 3, 9. Пробей по базе. Ладно, понял, сделаю. Здравия желаю. Это вы, Сокол? Ну, я. Старший лейтенант Кочура, можно ваши документы какие-нибудь посмотреть? Ну, у меня только права. Паспорт дома лежит. Ну, ничего. А в чем дело? Михаил Владимирович, значит. Да? А я что, что-то нарушил? Скажите, вы знакомы вот с этой девушкой? Ну, видел пару раз. Вроде Вика зовут. А, стало быть, вы знакомы. Ну, как знакомы? Ну, болтали пару раз. Я вечерами почти пустой хожу. Она на мотеле садится, она за речи выходит. Ну, и любит вот на переднем сиденье ездить и на дорогу смотреть. Болтали. Интересно, о чем вы могли болтать со школьницей? Ну, как, о разном. Простите, я делом займусь, ладно? Она говорила, что книги любит читать, больше, чем кино. Ну, всякие исторические романы там, приключения. Ну, я тоже читал, вот общались на эту тему. Понравилось тебе. А что? Ничего себе такая девчонка, да? Ну, да. Развитая, общительная. Слушай, ты любитель исторических романов. А ты знал, что ей нет 18-ти? А это тут при чем? А при том, вечер, пустая машина, одинокая девочка симпатичная. Не догадываешься? Вы в своем уме? У меня жена и двое детей. А кому это мешало? Чикатило тоже был семейным человеком. Ну, знаете ли. Я знаю вот что. У Вики была записана твоя фамилия и время вечернего рейса. Где ты был в субботу 17-го числа? В субботу? В выходной. Я своими делами занимался. Правильно. Подъехал к мотелю на своей машине серой легковушке и предложил Вике подвезти ее до дома. Верно я говорю? И куда ты ее повез в тот вечер? Куда? Да что за бред? Какая серая легковушка? Я фольксваген вожу зеленого цвета. И в тот день я с семьей и тещей был на даче. Хотите, дам телефон теще. Пусть она вам скажет, как весь день мне мозг выносила. Права отдайте. Я не знаю, я не знаю, где Вика. Я не знаю ничего. Помогите! Давай, давай. Помогите кто-нибудь! Кричи, сколько влезет. Дурья башка, я тебе говорю. Здесь тебя не найдут. Это дикий хутор, на котором никто до но уже не живет. Меня будут искать. Будут, обязательно будут. Ну, я твои вещички прихватил с собой, так что все подумают, что ты просто сбежал из дому. Так что это будет не скоро. У тебя будет время подумать, что ты сделал с моей дочерью. Что это? А это чтобы тебе лучше думалось. Хлорка. Давай. Думай, думай. Я надеюсь, что к утру ты все вспомнишь. Валь, ну мне правда нужно бежать. Может, не поедешь? Может, ты тетки мои на хуторе переждешь и напустят? Я не могу. Я ребятам пообещал. Меня брат дома ждет. Я тебя ждать буду. Я позвоню, Валь. Пока. Пока. Юра, Ходосевич? Кто здесь? Да я, я. Не бойся. А, здрасте. Что вы там делаете? Да ногу подвернул. Идти не могу. Чего вы ночью без фонарика ходите? Знал бы, где упаду. Соломку постелил бы. Кочура слушает. Барташ ты, что ли? Что, Ходосевич? Ну, что тут? Юрий Ходосевич, 17 лет. Похоже, это уже передоз. Передозировка наркотического средства налицо, но на теле пострадавшего имеются множественные гематомы. Вероятнее всего, его били. Хотите сказать, его могли убить? Для начала нужно провести вскрытие. Слушайте, я вас прошу поторопитесь. Это очень важно. Я понимаю. Товарищ майор. Что у тебя? В сарае нашли зарытый видон, в нем был порошок. Очень похож на тот, что был в сумке на железной дороге. Значит так, где этот участковый? Я здесь. Я не намерен ждать, пока все подростки в нашем районе перемрут от этой заразы. Через час совещание. Все у меня. Работаем. 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 Ну ты образовался. Ты опять за свое. Придется тебе здесь задержаться. вы не нормальные вы не имеете права а вы нормальные вы нормальные что вы творите чем не хватает жизни жрете да дерьмо потом творите что знает что или вообще качуритесь ничего не помните я бабушке своей расскажи сегодня ночью пацан из вашей компашки богу душу отдал и все по этому делу кто ходасевич юрка нет он дебок значит смог вспоминай сопляк пока у тебя время есть по поступившей информации виктор ходасевич брат потерпевшего вместе со шпаковскими соболевым сегодня ночью пропали из деревни прихватив собой кое-как яничные вещи как вы думаете они могут быть причастны к смерти юрия ходасевича я бы предположил что они сбежали потому что сами испугались того кто на самом деле причастен к смерти парня того кто разрыл их тайник в сарае может это и была та самая партия наркотиков которую мы ищем нужно дождаться итогов экспертизы так лучик петров берите на себя этих беглецов шпаковского соболева ходасевича есть но мы продолжаем разбираться с этим зельем это зараза распространяется по району как тараканы по общаге на сегодняшний день как ни странно рыбхоз вызывает больше всего подозрений а что неплохая тема наркоту с рыбой можно перевести куда угодно опять-таки никто не знает что у них на территории творится там вроде бы еще и лаборатория какая-то есть может устроить у них обыск без веских улик а санкции на обыск не может быть и речь в общем так коллеги думаем не забываем о спецоперации назначены на вечер облава на местный наркопритон работаем товарищ майор у меня есть предложение про входа садись красовский насколько мне известно он взял отпуск за свой счет чтобы дочь искать а агентка волчок его напарник если вдруг по каким-то причинам он не сможет выполнять свои обязанности мы могли бы на его место в число сотрудников рыбхоза внедрить своего человека же предлагаешь ноги ему сломать товарищ майор была шучу шуток не понимает ну что за человек есть подходящая кандидатура ваш ты где был как хлоркой воняет по что случилось ничего успокойся вчера вечером ты где был ты знаешь я ищу нашу дочь если милиция не может этого сделать я буду это делать сам с чего ты взял что милиция не ищет качурован андрей петрович землю руль и девочка это новая следователь я им не верю захотели бы давно нашли за тебя боюсь совсем черный стал не ешь не пьешь где ты пропадаешь уже все окрестности обшарил скоро совсем помешаешь со своими поисками глупости здорово коля здрасте андрей петрович чем пожаловали дело какое срочное с чего ты взял ну а просто так на кой лет я вам нужен есть коли дело помнишь я помог тебе вернуться ну и твои водительские права помню весьма благодарен стало быть долг платежом красен я правильно понял правильно мыслишь коля сколько ты в сторожах получаешь сколько не получаю андрей петрович все мои а если вам что нужно ну говорите прямо не ходите по круговой вы же знаете я для вас все сделаю коля не хочешь поработать в рыбхозе водителем но рыбхоз кому я там нужен с уклонным рылом а а если возьмут если возьмут андрей петрович да я бы я даже я не знаю да чтоб сделал на радостях вот что делать я тебе потом расскажу а сейчас мы должны решить с тобой две проблемы это какие ну во первых написать тебе положительную характеристику от какого-нибудь начальника этим я сам займусь поговорю с директором охотбазы без мамы признательно а вторая вторая водитель их генка волчок говорят он часто пьяным за руль садится ну как случается все живые люди вот а вот с этого места поподробнее да поняла спасибо вам большое вы нам очень помогли и дальше будем действовать сами ну в чем дело рабочий телефон заняла дольше положенного я же по работе ну вообще-то нас терешка вызывает разрешите товарищ помир проходите извините надо под ноги смотреть петров ну что у тебя по серой машине я связалась с охраной мотеля сотрудник подтвердил что на фасаде здания действительно находится камера слежения более того сохранилась запись на которой зафиксирована машина подобравшая вику красовскую ну что это за машина серый опель к сожалению машина была грязная и поэтому толком рассмотреть номер не представляется возможным но уже по имеющимся данным можно начинать устанавливать личность владельца молодец бартер продолжай работать не смею задерживать видал девка умеет под ноги смотреть садись то что споткнется сотрудник или нет еще не говорит о его деловых качествах да но говорит о его внимательности вы собираетесь всех так проверять товарищ майор нет только тех у кого проблемы с раскрываемостью ладно давай серьезно что у нас по поводу облавы на наркопритон все согласовано операция назначена на 22 00 ОМОН выдвигается в 21 30 наши все готовы так тут новые документы по делу ознакомься иди и под ноги смотри есть товарищ майор ну иди говорят Максим Соболев пропал ну пропал и пропал одним отморозком в округе меньше будет что ты такое говоришь поклянись мне что ты здесь ни при чем что ты наделал ну что ты убил его не будь дурой если я его убью так и узнаю куда он дел нашу Вику живую или мертвую Маша успокойся ну иди да цел он не вредим в хате заброшенной чё пусть поголодает задницу в погребе поморозит может сознается а вдруг это не он а кто то другой тогда что если я ошибаюсь я за свою ошибку отвечу а ты выдашь меня сама будешь виновата если мы нашу дочку никогда не увидим Паша я оказывается тебя плохо знаю прошу Карина Викторовна примите заявление у товарища Соболева а у вас что других следователей в отделе нет другие есть свободных нет да вы не волнуйтесь Карина Викторовна специалист хваткий дотошный это я уже понял мой сын пропал я знаю не нужно никакого заявления Максима и так разыскивают в связи с пропажей Вики Красовская и смертью Юрия Ходосевича кроме того Максим нарушил подписку о невыезде послушайте я не верю что Максим может быть в этом замешан он трудный подросток временами даже не управляемый но чтобы кого-то убить или похитить я ни за что не поверю Игорь Алексеевич нам известно что Максим неплохо проводил время с друзьями выпивка рестораны возможно наркотики это все требует средств деньги вы ему давали я не знаю где он брал деньги я осознательно ограничивал в сынах средствах чтобы он не думал что в жизни все легко дается послушайте даже если он в чем-то виноват сбежал и где-то прячется я хочу чтобы вы его нашли хочу знать что ему не грозит опасность какой бы ни был но он мой сын к тому же вы не представляете какой это будет удар для моей жены она она лежит в больнице если с Максимом что-то случится волнуйтесь Игорь Алексеевич примем все меры верно я говорю Карина Викторовна именно так работай прошу Игорь Алексеевич скажите ваше предприятие торгуют с Россией да у нас есть постоянные партнеры в Питере и на Украину возим а вы так к чему вы думаете исчезновение Максима как-то связано с моим бизнесом должны рассматривать все варианты ну что ж будем работать если появится какая-то информация о Максиме сразу вам сообщим спасибо Катюш привет здрасьте Андрей Петрович вам чего дай мне вот этих витаминов с глюкозой говорят для работы мозга хорошо и настроение поднимает да? ну так правду говорят а еще Катюш может быть ты подскажешь вот этими пилюлями от чего лечится? сильный транквилизатор принимается при острых стрессах тяжелых депрессиях такие только по специальному лицу авто купить можно ясно Андрей Петрович а? надеюсь это не вам надо Катя ты что это вещдок проходит по одному делу просто консультация нужна была спасибо пока до свидания я тебе вчера домой звонил ты где была? ай опять пришлось вместо Ленки на смену выходить Петрович ее прогнал сказал еще раз под кайфом на работу заявится прогонит ее к чертям собачьим ой жалко девку пропадет совсем ну так что с ней не так вроде такая нормальная девка была что мне Красовский по пьяни рассказывал что у них там кое-чего один раз и было ага один раз что-то было ага очень даже было мне Катька на пальце наша знаешь что по секрету рассказала ну что Ленка от Красовского забеременела да не не может быть да что не Катька врать не будет они ж подруги ай Ленка дура думала что сладится у них чего а Красовский ей аборт и ты мол все она говорит да мне ж от тебя ничего не надо я для себя ребеночка рожу ты мне только на первых порах помоги а дальше я сама а Красовский твой струсил не ну я понимаю конечно семья у него а тут еще Ленка с позом заявится к его жене ай так что дружок твой сразу заботливый сделался угу ну пойдем в поликлинику я тебе УЗИ сделаю а сам я какую-то древнюю напоил и вместо поликлиники к врачу одному знакомому в область отвез и пока она под кайфом была этот врач ей ребеночка того аборт ей сделал этого врача знаю из области он за деньги что хочешь сделает а дружок твой привез ее и у подъезда на лавочке оставил это благо тепло было не замерзла там ее Катька не нашла а потом в поликлинике ей уже сказали что аборт ей сделали коряво и не будет у нее больше детей слушай да я Пашку с детства знал она бы мне все такое рассказала этого не может быть это бред какой-то ага было бы чем хвастаться а я сама видела Ленка неделю оклематься не могла я еще дома заболела может пока мне Катька все по секрету не рассказала ой вот она на наркотики опять и подсела ой говорят с таким трудом вылечилась таким таким трудом на рынок устроилась хотела жизнь начать заново и вон ну как вышло сволочь это твой красовский так тихо тихо все ладно только ничего ему не говори ладно не выдавай меня да ладно у него сейчас свои проблемы ему дочку найти тоже ведь беда у человека видать господь его за грехи наказывает и нас с тобой накажет фу ты черт да что ты каркаешь мне сейчас за руль садиться ну все все так давай с глаз долой сердце вон все Васютин здравия желаю старший лейтенант Васютин предъявите пожалуйста ваши документы вы себя хорошо чувствуете что то у вас лицо красное у меня нормальное лицо у меня просто наверное давление подскочило употребляли употребляли я говорю нормальное давление наверное подскочило плодовые ягодные вчера в магазин завезли выходите из машины давай прибор дуйте вы нормально дуйте не стесняйтесь а а а похоже приехали вы геннадий михайлович а садитесь в нашу машину поедем на медицинское освидетельство товарищи полите лейтенант может договоримся не договоримся продавайте не а 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 Кочура, ну все, операция пришла успешно, будешь должен. Ну, само собой. Спасибо, Васютин. Если что, обращайся. Ну что, я свою работу на сегодня выполнил. Могу отправлять своего человека в рыбхоз. Везет тебе, Кочура. Лущик, завидуй молча. А у тебя что, совсем глухо? Да, ориентировки разослали по всем отделениям на пацанов. Пока молчат. Ничего, Витек, будет и на твоей улице праздник. Бартош, на тебе. Для укрепления организма. Спасибо. А чего вы такие смурные сидите? Может, в столовку? Да по булочке. Какие булочки, Андрюш? Ты что, забыл? У нас минут на минуту спецоперация. Да. Так. Выйдешь через пять минут. Автобусы внизу. Все готовы? Лесопилка какая-то. А ты сам-то его лицо видел когда-нибудь? Валера, знания иногда укорачивают жизнь. Мне достаточно того, что сын Соболева его знает. Так что сиди в машине и не высовывайся. С этим парнем шутки плохи. Он мне в прошлый раз чуть горло не перерезал. Если бы я его в лицо знал, я, может быть, с тобой сейчас не разговаривал. Да потому что ты интеллигент. Я бы ему в тыкву пару раз настрелял бы. Валера, я еще раз повторяю, сиди в машине, ты понял? Да понял. Пошли. Стой! Ты куда? Как ты вообще умудрилась без оружия выехать? Да ладно, чего? Стой ты! Здесь, стой! Не высовывайся! Пацаны, шухи! Всем на пол, лежать, не двигаться! Вытрубнись! Я скажу, не двигался! Стоять! Все, 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 бросай его, хватит! Пакуем! Товарищ, все в порядке? Все нормально? Нормально. Сможешь сама идти? Нормально я. Если через полчаса не вернусь, короче, ты сам знаешь, что нужно делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не оборачивайся. Про шпану и сумку с товаром забудь. Про какую шпану? Молодец, соображаешь. Объявится Максим Соболев, дай знать. У меня к нему разговор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так все наперекосяк пошло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы про столичную братву? Конкурентов? Которые нашего курьера завалили? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Запомни, у нас на этом рынке конкурентов нет. Есть временный кризис, его нужно пережить. Ты все понял? Понял. Люблю понятливых. С вами суеты меньше. Через пять минут можешь идти к машине. Стой! Стой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Валера! 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 Валера, я же просил! Валера! Валера! Пришли пальчики, которые были на пакете с остатками порошка. Кроме отпечатка пацанов, там есть отпечатки еще одного человека. И их удалось идентифицировать. Да? И кто это? Отпечатки принадлежат некому Дмитрию Валерьевичу Колышеву. Который подозревается в изготовлении и сбыте наркотиков и в предумышленных убийствах. И что здесь интересного? А то, что дело вышеупомянутого Колышева уже год как закрыто по причине гибели главного фигуранта. Ну что? Разве не интересно? Мне нет. А тебе, Барташ? Эй, 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 тихо, 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 тихо. Ну-ка, присади. Я-ка, воды принесу. Так, ну, охоту на зомби мы проведем завтра. Теперь пора и честь знать. Давай я тебя вообще год везу. Отдохнешь, выспишься, как человек. Не надо. Ты уверена? Да ставь ты меня в покое. Надо будет, сама доберусь. Ну, как знаешь. Кочура, стой. Слушай, хотел тебя спросить об этой Барташ. Ну, как она вообще? В смысле? В смысле? Ну, работает она нормально. Ничего странного не замечал за ней? Принципиальная. Вредная немного. Как все женщины? Слушай, ну, я видел, она сегодня этого наркомана разокрасила. С нервишками у нее все в порядке, да? Вроде да. Так, надо будет еще раз повнимательнее дело пересмотреть. Может, что упустил. Ну, давай, давай, давай. Ты постой, постой. Что это у тебя? Табельное оружие, да? Забыл. Забыл, да. Завтра после планерки пять выжиманий. В качестве воспитательных мер. Товарищ майор. Ну, хорошо, три. Есть. Но каждый рукой. Есть. Будем укреплять твою память. Понял. Я могу идти? Иди. Ты постой, постой. Иди. Красавица моя. Перемидон, что ты? Э, э, э. В чем дело? Барта. Барта, да успокойся ты. Успокойся ты. Ты че? Чего ты творишь? Кочур, а ты? Я. Ты что, кого-то другого ждала? С ума сошла. Барта, тебе лечиться надо, а не преступников ловить. Про тебя даже в цережке сегодня спросил, все ли у тебя с головой в порядке. Что ты ему сказал? Ничего пока не сказал. Кочур, пожалуйста, не говори ему ничего. Мне из органов попрут, я уйти никак не могу. Мне его найти нужно. Кого его? Кулышева. Дмитрий Валерьевич. Это который зомби, что ли? Подожди, а что? Он твой знакомый? Так, а вот это уже интересно. Помнишь, мне вчера звонили с прошлой работы? Ну, помню. Отпечатки у Кулышева засветились в России. Я думаю, это ошибка. Оказалось, мало того, что он жив, так он еще где-то рядом. Теперь понятно, откуда наркотики в районе. Может, не сомневаться, Юра Ходосевич был убит. Это метод Колышева. Сначала накачай человека наркотой, потом делай с ним, что хочешь. Попробуй докажи, что человек не от передозировки умер. Так, Вартыш, я пока ничего не понял. Давай сделаем так. Я сдам оружие, мы поедем в общагу, и ты все расскажешь. Я с тобой. Я только оружие сдам. Ладно. Поехали. Он занимался разработкой новой разновидности психотропов, достаточно сильных, при этом дешевых производств. Опыт проводил на бомжах, бродягах. Собственно, мы им заинтересовались после серии однотипных смертей среди бездомных. И вести это дело поручили тебе? Не лично, конечно. Но я входила в состав опергруппы, которая работала по делу Колышева. Каким-то образом он... узнал мой домашний адрес и пробрался в мою квартиру. Когда я ночью вернулась домой, напал на меня. Сначала руку мне сломал, пытался узнать, что нам известно. Потом что-то в вену вколол. Потом, не знаю, почему не добил. То ли решил, что я уже мертвая, то ли соседка спугнула. Она меня нашла. Скорую вызвала, успели откачать. А что этот Колышев? Почему все решили, что он погиб? Его не только мы, его еще и столичные братки прижали. Хотели его лабораторию под себя подмять. Но они свои слова озвучили, а Колышев, судя по всему, их не принял. И квартиру его подожгли. А когда пожар потушили, там нашли сильно обгоревший труп. Решили, что это Колышев. Причина пожара — бандитские разборки. А сейчас что, другая версия? Скорее всего, Колышев сам пожар устроил. А труп был какого-нибудь бомжа. Этим пожаром Колышев сразу все проблемы решил. И с нами, и с бандитами. По крайней мере, до сегодняшнего дня. Ну все, ложись спать, тебе нужно отдохнуть. Не уходи, пожалуйста, не оставляй меня одной. Да какое одно, Бартыш, это общежитие, тут целый дом милиции. Останься, пожалуйста. Хотя бы, пока я не усну. Хорошо, я останусь. Останусь, останусь, успокойся. Ты куда? Да никуда я, Бартыш, успокойся. Я просто хочу чаю попить. Где у тебя чайник? Никогда я не была психопаткой. Это все из-за него. Какой здесь расслес, страх остался. Я боялась ночевать дома. Начались нервные срывы. Мне запретили носить оружие и хотели перерезти на бумажную работу. И тогда я попросилась переводить сюда. Думала, смена обстановки, мне как-то будет лучше. Говорят, время лечит. Только я вот не заметила. Ну а как же твои доктора и таблетки? Да, я даже с таблетками не могу спокойно спать по ночам. Не могу засыпать в постели. Вот и шутил, что я ночую в управлении. А ведь так оно и было. А теперь вообще не буду спать. Знаю, что он где-то рядом. Ты про Колышева? Да. А теперь я не буду спать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА